Для того, чтобы обработать застежку в виде кульфика, я ее вот таким вот образом проклеиваю. Белая ниточка показывает нам место серединки нашей передней половинки. Я ее, по идее, сейчас должна убрать. Всегда тонкое место бывает вот в этом месте. Давайте посмотрим, как аккуратно его нужно нам пройти. Значит, я дохожу до уголочка. Вот так аккуратно дошла до уголочка. Поднимаюсь, разворачиваюсь и пытаюсь вот этот уголок, который там был, превратить в прямую линию. Поэтому я делаю вот так. Вот посмотрите, как аккуратно у нас это место получилось. То же самое мне нужно сделать с другой стороны. Давайте посмотрим, как это здесь у нас получится. Значит, навстречу. Вот мы дошли до уголочка, формируем вот такую вот складочку, пытаясь сделать этот уголочек в прямую линию. Вот так вот. Прошли, прошли. Иголочка внизу, лапка наверх, развернулись. И продолжаем. Надо сказать, что я обрабатываю. Посмотрите, как хорошо получилось с этой стороны. Я обрабатываю вот этот гольфик уже после того, как у меня обе брючинки сшиты друг с другом по шву сидения. И верхняя часть при этом осноровлена, она приняла тот вид, который просила наша фигурка после примерки. Я сейчас их соединю друг с другом, прошью нижнюю часть, уберу вот эти ниточки, они мне больше не нужны. Проклеиваю я всегда до этих ниточек. И покажу вам, что делать дальше. Подкраю откосочек, разутежу и покажу вам, что делать дальше. Когда мы выработали наш кармашек, мы сметываем шов сидения от талии со стороны передней половинки. Здесь у нас уже пришита задняя половинка брючек и до талии задней половинки. Припуск под застежку мы обязательно проклеиваем. Посмотрите, здесь у меня сметано четко по той линии, по которой нам нужно застегнуться. И дальше, чуть выше вот этого места, я начинаю прошивать шов сидения передней и задней половинки. Причем заднюю половинку растягиваю, переднюю нет. И делаю это два раза. То есть один раз прострочила и второй раз попала в эту же строчку. Потом я иду на утюг. Разутюживаю только уровень до линии талии. Вот это то, что остается внутри между ножек, оно никогда не разутюживается. Больше того, растягивать вот этот участок категорически нельзя, потому что появятся заломы. А вот растягивать участок со стороны спинки обязательно нужно, чтобы сократить количество заломов под ягодичной складкой. Но и на спинке тоже мы будем разутюживать только вот эту часть. То есть участок там, где у нас идет прямая линия. Вот. И хотела вам показать уже почищенный, обработанный вот такой вот вход в кармашек у нас будет. Здесь я его прикрепила. Дальше он у меня уже, конечно же, сшит с боковым швом. Кроме того, чтобы приступить сейчас к обработке вот этого кульфика, нам нужна будет молния. И нам нужна будет такая деталь, которая называется откоском. Что это такое? Откосок. Это полосочка ткани, выкроенная под оливой, шириной примерно 9 сантиметров. И в длину она больше, чем вот эта наша часть. Я сделала где-то вот на 24, по-моему, ее сантиметра. Я ее заутюжила пополам на лице, это у меня лицо. И сейчас буду обметывать. Обметывать буду один край. Посмотрите как. Вот этот уголочек я срезаю. Откосок не проклеивается. Этот край идет в пользу, мы его срезаем, а вот этот край мы срезать не имеем права. Поэтому мы его завязываем на узелочек или закрепляйте так, как вы умеете это делать. Да, я пользуюсь тем, что вам показываю. Вот такой крепкий узелочек сделали. И тоже обрезать сразу нельзя. Внутри, внутри, с изнаночной стороны вот этого нашего обмёточного шва я выхожу вот сюда, закрепляю так и пропускаю до конца. Легким движением руки, это у меня не получилось сделать. Попробуем еще разочек. Вот так, вот так и ушли. Вот видите, я кусочек вытянула и отрезать я его могу только здесь. Тогда эта часть, видимая часть, она будет меня очень хорошо себя вести. Вот такой нам нужен откосочек для того, чтобы начинать работать дальше. После этого мы выполняем осноровку верхней части юбочки, верхней части наших брючек. Вот эту осноровку мы выполняем. Иногда она бывает и укорачивается в этом месте. Это нормально. И после того, как осноровка выполнена, я начинаю обрабатывать непосредственно саму застежку. И для этого я убираю вот эту смётанную ранее мною линию. Давайте найдем узелочек. Внизу закрепок я не делаю. Просто делаем вот так. Вот. Все. Наступает очередь соединения вот этого участка с нашей молнией. Все. Итак, мы осноровили верх. Нам нужно вот сюда пришить вот такой вот замочек. Для этого замочек у нас будет пришиваться по ходу женской застежки. То есть финальная линия у нас будет вот здесь вот справа. Значит, я начинаю вот с этого припуска. Вот так его отгибаем. Чтоб нам он не мешал, да? И примерно можно на сантиметр отступать вот от этой линии. Можно на полтора сантиметра отступать. Ну, я нарисую, например, вот так линию. Это у меня где-то чуть больше полтора сантиметра. И вот к этой... Так, мне очень удобно держится. Ну, ладно. У меня поймите. Вот по этой нарисованной линии я перегибаю. Показываю все медленно. На самом деле могу делать побыстрее, но для того, чтобы вам было понятно. Линию нарисовала и вот так до самого конца по ней перегнула и зафиксировала вот это все. Дальше. Берем замочек. Замочек у меня будет пришиваться примерно вот сюда. Вот это мне не нужно. Оно у меня лишнее будет. Поэтому я вот так вот сделаю, например. Хочу, чтобы он был закрыт. И меня интересует вот эта часть. Близко к зубчикам прикладываю то, что у меня получилось. Вот этот сгиб ровняю, ориентирую. Выставляю одни зубчики. Так. И спокойно до конца вот эту молнию приметываю. Молнию надо сначала поутюжить утюжком, чтобы она немножко села у вас. Если она вынуждена сесть, пусть она сядет. Вот так. И можно закрыть вот эту собачку. Уйти до конца. И тоже нам удобно приметать ее вот так вот до самого конца. Здесь ничего нам не мешает. Приметали. Теперь в третий раз. Что мы делаем. Мы должны вот эту всю историю закрыть вот этим откоском. Вот так откосочком надо закрыть. То есть защищаем наше тело от зубчиков молнии. Поэтому на откоске я тоже выбираю какую-то линию. Например, я хочу, чтобы она у меня проходила вот здесь. По ней я буду ровнять свои зубчики молнии. Нарисовали. Можно дальше, можно больше. Опять прицелились. Вот чтобы хвостики все у меня были закрыты, я начну вот от этого момента. Ну, конечно, мне удобнее все приколоть сначала. Приколола конец. И понимаю, как мне нужно приметывать вот это вот начало. И начинаю приметывать в третий раз. Вверху, вы видите, у меня остается лишняя ткань. Так легче нам делать. Пусть и у вас будет так же. Вот. И до конца я это все приметываю. Опять приметала все до конца. И настала очередь соединения. Давайте закроем нашу молнию. И идем на машинку. Нам удобно. Вот так вот все расправляем. И в 0,1. 0,1. Пытаемся все прошить. Ставим крючку. Все прошили. Закрепку поставили. Значит, ниточки вот эти нам не нужны. Мы их аккуратненько удаляем. Также нам не нужны и вот эти ниточки-наметки. Они уже сыграли свою роль. Поэтому тоже аккуратненько их удаляем. Вот что у нас получилось. Теперь нам нужно пришить вторую сторону молнии. Но сделать это надо безупречно. Так, чтобы все хорошо у нас получилось. Для этого нам очень удобно и легко соединить вот эти вот ребрышки, которые у нас получились друг с другом. И зашить вручную вход в молнию. Так, как будто уже эта молния у нас на своем месте. Она у нас пришита. Я вот такими достаточно широкими стежочками вот это все до конца закрепляю. То есть мы зашиваем вход в молнию. Много, конечно, разных приемов существует обработки вот этого гульфика. Я делаю вам его, показываю этот прием, не как шьют в массовке, когда у нас по отдельности только верх и только низ обработаны. А как я делаю это в индивидуальном пошиве. Посмотрите, мы дошли до точки, вот она точечка, где у нас была закрепка. И вот от этой закрепки я вот так вот ставлю ниточку, чтобы я ее хорошо видела на лице. Финальная моя строчка должна проходить вот так и вот так. Все, я закрыла вход в молнию. Я хочу видеть ее вот в таком вот виде. После этого мы отгибаем вот эту часть. Смотрим на изнаночку. Так. Припуск с другой стороны лежит вот тут. Можно его вот так вот положить. Да. Вот как он у нас лежит, мы его таким образом аккуратненько прикалываем. Ну или приметываем. Нисколько не противореча тому, как он вот у нас выкладывается. Если он выложился под каким-то уголочком, значит вот уголочком мы будем вот так пришивать. Ну а сам откосок, конечно, мы отодвигаем. То есть мы сейчас пришьем вторую часть молнии непосредственно к нашему припуску. Это удобно сделать одна рожковой лапкой. Я попробую сейчас сдвинуть иголочку на своей лапке. Теперь уже в другую сторону. Вот посмотрите. Вот я приметала, да? Отодвигаю иголочку. Влево, в крайнее левое положение и начинаю пришивать. Сползло. Так, попробуем накрыться. Ну, так как работаю в реальном времени, ошибки мои, вы тоже мне простите. То есть моя лапка двигалась по зубчикам. В одном месте она сдвинулась чуть-чуть. Получилась строчка такая не очень ровная. Но это и не имеет на самом деле никакого значения. После этого мы убираем вот эту нить наметки. И вот как это выглядит с изнаночки. Смотрим, что получается у нас на лице. На лице у нас получается вот такая картинка. И вот сейчас мы уже должны проложить финальные строчки. Финальные строчки, то есть мне нужно выбрать расстояние, ширину своего гольфика. Я выбираю, например, не очень широко. Как-то скажем, вот 2 сантиметра я выбрала, да. И рисую линию на лице, по которой я буду прошивать. Вот. А еще я хочу, чтобы нижняя часть у меня выглядела вот под таким вот уголочком. Это будет закрепка. И буду прошивать это все в 2 приема. Первый прием у меня пойдет прошиваться. Я отодвигаю откосок. Вот этот вот отодвигаю в сторонку. И приметываю. Приметываю мелкими стежками, потому что шить будет неудобно. Вот такими мелкими стежками я приметываю свою молнию, пришитую к припуску. Вот именно к тому месту, по которому собираюсь строчить. Все это время вход в молнию у меня закрыт. Так как у меня это место не проклеено, а шить мне надо все-таки с этой стороны, мне это будет сделать не очень легко. Поэтому торопиться не будем. И будем делать это все основательно. Идем опять на машинку, отодвигаем. Можно приколоть ее вот сюда, чтобы она нам не мешала. Вот этот вот откосочек. Отодвигаем вот этот откосочек. Прикалываем его вот сюда. И начинаем работать. Идем на машинку. Откосок не мешает. Именно вот от того уголочка, который у нас был, ставим туда точку, иголочку. И делаем небольшую закрепку. Лучше это делать однорожковой лапкой. Потому что от меня выталкивает сейчас зубчики, моя лапка широкая. Но как бы там ни было, у меня прошилось вот так. Не идеально, но я думаю вы меня простите. Главное вам понять суть и смысл того, что мы делаем. Откалываем теперь вот эти закрепочки. Убираем. И второй раз мы прошиваем уже закрепку. Сейчас я уберу еще и вот эту строчку. И последняя закрепочка, она идет у нас вот так. Все, откосок отодвинут. Вступаем ровно туда, куда нам хочется. Делаем закрепку. И аккуратно приходим в тот самый уголок. Тоже делаем закрепку. Моя машинка отказывается делать закрепки. Ее пора ремонтировать. Так. Ну, вот смотрите, что у нас получилось. Наизнанке это выглядит вот так. В общем-то, все чистенько и закрыто. Если бы я нарисовала эту линию здесь, у меня бы еще лучше закрылась вот эта часть. Здесь все закрыто у нас. Так. На лице у нас выглядит вот так. Сейчас мы уберем вот эту ниточку. Она нам больше не нужна. Так. И посмотрите, как у нас здесь все получилось. Собачку опускаем вниз. После этого отрезаем вот здесь все лишнее. И вот наш с вами замечательный гольфик. Можно делать другого цвета. Молнию ее все равно будет не видно. Вот так это выглядит с лицевой стороны. Закроем. Но уже нельзя выдергивать. Вот так это выглядит с лицевой стороны. Все закрыто. И дальше идет обработка поясом. Все.